В Тегеране ответили на угрозы США нанести удары по Ирану. В Тегеране ответили на угрозы США нанести удары по Ирану. 11.45 января 2020 года. Обновлено. 11.53.5 января 2020 года. AP photo. Эван Вассай. США Дональд Трамп. AP photo. Эван Вассай. Президент США Дональд Трамп. Архивное фото. Тегеран. 5 Янфрия новости. США не осмелится нанести удары по 52 объектам в Иране, о которых говорил американский президент Дональд Трамп, заявил командующий вооруженными силами Иран Абдул-Рахим Мусави. «Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в ходе возможного конфликта в будущем», цитирует его телерадиокорпорация. Arab. 3 января, 16.13. Убийство иранского генерала обнажает слабость США. Ранее Трамп обещал нанести быстрый и сильный удар по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Угрозы прозвучали после того, как в Иране пообещали отомстить за гибель генерала корпуса стражи Исламской революции Касима Сулеймани. В ночь на 3 января США провели в районе Международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана силами специального назначения Кудз генерала Касима Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди Аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Долой США. Протесты в Иране после убийства генерала Касима Сулеймани. Командующий спецподразделения Кудз иранского корпуса стражи Исламской революции Касим Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада. Один из восьми. Командующий спецподразделения Кудз иранского корпуса стражи Исламской революции Касим Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада. Вместе с генералом погибли еще 10 человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди Аль-Мухандис. Два из восьми. Вместе с генералом погибли еще 10 человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди Аль-Мухандис. Верховный лидер Ирана Ай-Толла Аль-Хамине и президент Хасан Раухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать сокрушительный ответ на гибель генерала. Верховный лидер Ирана Ай-Толла Аль-Хамине и президент Хасан Раухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать сокрушительный ответ на гибель генерала. Reuters, West Asia News Agency, Назанинт Абатабеи В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде. После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны. Пять из восьми после гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны. Reuters, West Asia News Agency, Назанинт Абатабеи Reuters, West Asia News Agency, Назанинт Абатабеи Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями «Долой США и Долой Израиль». Шесть из восьми. Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями «Долой США и Долой Израиль». Reuters, West Asia News Agency, Назанинт Абатабеи Reuters, West Asia News Agency, Назанинт Абатабеи Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулейма не приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей. Семь из восьми. Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей. Reuters, West Asia News Agency, Назанинт Абатабеи AFP 2019 Аймия Кюраши Через несколько часов после гибели Сулеймани Газдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака. Восемь из восьми. Через несколько часов после гибели Сулеймани Газдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака. AFP 2019 Аймия Кюраши Один из восьми. Командующий спецподразделения Куцеранского корпуса стражи исламской революции Касим Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада. Reuters, West Asia News Agency, Назанинт Абатабеи Два из восьми вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абумахди Аль-Мухандис. AP Photo Вахид Сэлемай Три из восьми. Верховный лидер Ирана Айтолу Аль-Хамине и президент Хасан Раухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать сокрушительный ответ на гибель генерала. Reuters, West Asia News Agency, Назанинт Абатабеи Четыре из восьми. В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде. Reuters, West Asia News Agency, Назанинт Абатабеи Пять из восьми после гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны. Reuters, West Asia News Agency, Назанинт Абатабеи Шесть из восьми. Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями «Долой США и Долой Израиль!» Reuters, West Asia News Agency, Назанинт Абатабеи Семь из восьми. Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей. Reuters, West Asia News Agency, Назанинт Абатабеи Восемь из восьми. Через несколько часов после гибели Сулеймани Газдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака. AFP 2019 Аймия Кироши